Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну что ж, ваша пломба готова И теперь желательно, конечно, два часа ближайшие ничего не кушать И не пить кофе Деточка, какие два часа? Я в лучшем случае через неделю пожру Потому что я на эту пломбу истратил все свои сбережения, которые два года откладывал Ну что ты, два часа? Ой, конфеточки Конфеточки А яблоки какие Какие у нас яблоки Шампанское Ой, господи, посмотрите на него А шампанское ты взял, а? Самое дешевое взял шампанское Тоже мне, мужик Господи, позорище, а не мужик Жадный и бедный Галя, ну хватит, не прекрати Ты что, позоришь-то перед ней Что хватит, Галя? Что хватит, Галя? Галя живет с тобой 15 лет У нас с тобой, между прочим, сегодня 15 лет совместной жизни А ты покупаешь вот такое шампанское Не, Марин, ты видела, он мне шампанское покупает? На 15 лет совместной жизни, а? Позорище Господи, женщины милые Не выходите вы замуж за жлобов Иди меняй Я позорю Девочки, ну Женщины, ну да что же это такое, а? Ну, как, где пульт? Давайте это переключим, ну Пульт у меня И пока не почините телевизор в моем кабинете Я буду смотреть футбол у вас Или вы хотите, чтобы дежурный акушер-гинеколог ушел домой, так? Не-не-не-не-не-не Тогда лежим Не кричим И смотрим телевизор Вместе со мной Да, кстати, рожать либо в перерыве Либо после матча Все Хорошо-то как? Ага Ой, значит так, Марфа Вон там наша деревенька Вон у церкви батюшка живет Вон колодец А это сеновал А зачем ты мне все это рассказываешь? Я и так знаю Рисуй перспективу Сначала сеновал Потом церкву к батюшке Ну а потом жить ко мне в деревеньку Ой, ой А если откажусь, а? Не откажешься Я же тебе колодец показывал Привет, Юш Привет Как дела? Да ничего, все тихо А, ну ладно Здрасте, Эдуард Владимирович О, здрасте А можно ключики? Да, конечно А, спасибо Проходите Спасибо Это кто? Да я тут одной Сразу квартирку Ну, во-первых, ей дешевле, чем гостиница И мне приведут А если преступника приведут? Я ее сразу предупредил Могут быть шумные соседи А, правильно Хорошенькая Простите Вы не подскажете мне машину С очень хорошим подогревом сидений Это зимой очень-очень мерзло Да не вопрос Вот Вот здесь Очень хороший Оля Твой обед Ага Уже разогрелся Забирай Здесь очень хороший Погрев Так, а я не поняла А что ты мы сотриться По водочке Что такое происходит-то? Я с кем разговариваю сейчас? А это Галя В знак Нашей Семейной Солидарности В том смысле Что Я сейчас набухаюсь Да У меня будет к вечеру похмелье Голова будет болеть Нам спать ложиться А у нас обоих Головы болят Не могу я на тебя Бедняжку смотреть Каждый вечер Как ты от головной боли мучаешься Как говорится И в горе И в радости Так что Галя Хорошо Ну и как мы с вами будем встречся? Мне фасон Как у Васи кирпича Простите В каком смысле? Вася кирпич Он всю мазу на районе держит Я его не знаю Что совсем не в курсе? Совсем Подожди Привет Вот он Классный кирпич Замутиме такой же фасончик Только в один в один И давай морду Пей морда фашистка Пей Пей сказал О молодец И не морщись давай Между первой и второй Промежуток небольшой Что наин Пей сказал Пей говорю Так Я не понял А что это у нас здесь Происходит Пьянка с врагом? Да Вы что Товарищ командир Какая пьянка? Я так сказать Произвожу допрос Гражданина Фашиста Сейчас он не отпьет сюда От ключки А утром проснется У него такой сушняк будет Он мне все расскажет Проверенный след Ну Тогда приказываю Продолжить допрос Есть товарищ командир? Я подключусь позже Есть товарищ командир? Аккуратней Это наш стратегический запас Пей давай Мордом мужской Я Я Я Гитлер Капу Здравствуйте Здравствуйте Я на Олимпиаду в Сочи собрался За наших хоккеистов болеть Россия чемпион Россия чемпион Скажите У вас остались Шарфы и сетки Сборной России Нет Вы знаете К сожалению Все разобрали Ну Такой ажиотаж Понимаете Только вот Сеточки Канады остались Ну ничего Канада тоже подойдет Канада Отстой Россия Я чемпион Каса там Каса там Возьмите чашку Насыпьте Две чайные ложки Кофе И добавьте Сахар По вкусу Добавить Сахар По вкусу Залить все Кипятком Залить все Кипятком И тщательно Размешать Ваш напиток Готов к употреблению О О Оказывается Все так просто А за что же я тогда Секретаршей 20 тысяч Месяц плачу Надежда Я сам научился Готовить себе кофе Теперь я в ваших услугах Не нуждаюсь Все Вы уволены А по попе Вы тоже Сами себя Шлепать будете Об этом я как-то Не подумал Не ну ладно Оставайтесь С работой Простите Простите Что вы делаете Ох, Коля Работы много Наверное 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 До вечера Поработаю Вот Да и всю ночь Наверное Работать буду Да и ночевать Да и ночевать Видимо здесь Останусь Вот А вдруг Кто зайдет А я не при параде А я не при параде А вот так Оп Совсем Другое Дело Да и ночевать Вы только посмотрите На эту рыночную торговку Книги на вес Продает Культуру Так сказать На килограммы Здесь ключевое слово Продает Продает Понятно А вот Вы Андрей Альбертович Если не будете Хорошо Продавать То точно Окажетесь На рынке Свеженькие Книжечки Подходи Налетай Литературка С пылу С жару Свеженькие Книжечки Как у вас чудно получается Призвание Дорогой внучок Алеша Высылаю тебе свежее мясо Как ты и просил Только ты сам с ним разберись Как его готовить А то я не знаю Что вы там в городе любите С наилучшими пожеланиями Твой деда Боря Книжечки 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 Ну, все, хозяйка, сделали, как ты просила. Принимай работу. Ой, ну молодцы, великолепно. Хорошо поработали. Все отодрали, все подчистую, молодцы. Так, сейчас вот вам ваши денежки, как договаривались, держите. Еще, вы знаете, у меня к вам просьба будет такая, вы не поможете мне мои вещи в институт, немного, два чемоданчика всего. Да, и вот эти пакетики, если не сложно. Ага, маданчики. Так, значит, Федя, бери чемоданы. Я не Федя, я Фархат. Вот я и говорю, бери чемоданы. Федя, ага. А я пакетики. Так, давайте. Вот спасибо вам большое. Да, не, ну что, на здоровье, хозяйка. Вот спасибо, да. Ой, ну что, милый мой, вот так вот. На этот раз я все свои вещи забирала. Даже обои подрала и ничего тебе не оставила. Живи, милый, как хочешь. Прощайте. Аккуратненько там чемоданчик, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые родители Раджикевича и Медведевой, я вызвал вас по волнующему поводу. Дело в том, что ваш сын постоянно дергает за косички их дочь. Послушайте, их-то сын, ладно, он хулиган, он дергается. А нас вы зачем вызвали? Дергает. Значит, любит. Я вызвал вас для того, чтобы вы познакомились. Дети быстро растут. Кто знает, может, на свадьбе не получится у вас познакомиться, как следует. Так что, знакомьтесь. Родственнички. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова не блока ли, в чем секрет? Да нет никакого секрета. Просто в этот раз я на рыбалку вместо водки галку жену взял. Здравствуйте. Иди отсюда, алкоголик. Так ты что, с собой не брать? Не отпустим. До свидания. Иди, говорю, иди отсюда, к дружкам своим. Правда ли? Овощи, фрукты, помидорчики, огурчики, огурчики. Свежая зелень. А взвесьте мне, пожалуйста, килограмм лука и репет, что ли. А у нас фасованный. Ага. О, берите, тысяча рублей. С ума сошли. Килограмм лука тысяча рублей. Ну, правильно, лук-то сто, а упаковочка девятьсот. А, видите, какие тонкие, элегантные, плоские шов. Килограмм лук-то, лук-то сто, двадцать бен. Главное, вам пойдут хорошо. Возьмёте и прямо топ-топ-топ-топ-топ по рынку. Ну, вот вы в них по рынку и топ-топ-топ. Я пробовал. Мне не идут. А вам хорошо будет. Ладно, кому-нибудь другому в порядке. Не проходим мимо. Девушка, это вам деньги от мужчины. Во, за тем столиком. Спасибо, конечно. Очень интересно, а почему деньги? Понимаете, у нас лицензия на алкоголь вчера закончилась. А он очень хотел вас чем-нибудь угостить. Ну, по дороге домой зайдёте в магазин. Купьте бутылочку хорошего вина. Кошмар. За целый день ни одной заправки. А что делать? Ну, может, поговорить с ним по-человечески? Попробуй. Господин офицер. Ну, может, вы свой знак-то снимете? Вы и так уже нормально заработали. Нам тоже надо. Ладно. Сейчас ещё одного тормозну и сниму. О! Мой едет. Здравия желаю. Ну, что ж, нарушаем-то? Знак не видим. Документики ваши. Серёж, ты куда это платье понёс? Да сушиться на балкон. Серёж, ты чё дурак? На балкон он понёс сушиться. Совсем, что ли, уже? А чё, нельзя её на балконе сушить? Нельзя, конечно. Полиняет? Сам ты полиняет. Вон, курица напротив, на пятом этаже, такое же платье сушится. Это же позорище, если он на моём балконе будет сушиться точно такое же платье. Иди вон в ванной повес. Куда помытому? Господи, в обход иди. Ой, мужики, прости, господи. Молодец, Марина, молодец. Уже полчаса прошло. Аренда раскладушек. Недорого берём. Аренда раскладушек. Молодой человек, берём раскладушку недорого в аренду. Женщина, скажите мне, ну зачем мне раскладушек? Ой, какой вы всё-таки смешной мужчина, честное слово. Сразу видно, вот вы первый раз в парке назначили девушке свидание, честно? Вот видите, я же сразу так хоп, вижу издалека. Вот вы посмотрите на этих трёх. Паша, на сколько опаздывает? На полчаса. Ой, поверьте мне, поверьте мне, полтора часа у вас как минимум есть, это точно. Поэтому это я вам как женщину говорю. Давайте, берите раскладушечку, пошли быстренько легли и в радужном настроении дожидайте свою ненавлядность. Давайте, давайте, шевелимся, шевелимся, шевелимся. Я вас любил. Любовь ещё быть может, мою душу вас не не сочетать. Пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить. Объявляется бедный танец. Дамы приглашают кавалеров. Право первого выбора предоставляется императрицей. Что ж ты, голубчик, меня под монастырь подводишь? Тут же кругом мои фавориты. Приглашу одного, остальные разобидятся и стрелятся ночным. Хотя... Буду танцевать с княгиней Дашковой. Так точно никто в обиде не будет. Музыка! Как таланта сестра, называется Кра, так и наша програ. Шесть кадров! Время быстро несёт, и на все эпизод нам даёт режиссёр. Шесть кадров! Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего вам три при. Шесть кадров! Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю! Шесть кадров! Ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, шесть кадров! Продолжение следует...